Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот А кто у нас не связан с лесом В нашей области Хороший вопрос Мы в связи с этим Пригласили сюда специалистов Организаторов этого мероприятия Николай Юферев Генеральный директор компании Николай, добрый день Олег Понятков Генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения России Олег, добрый день И Максим Молчанов представитель компании «Акзонобель». Здравствуйте, Максим. Добрый день. Тема звучит сегодня следующим образом. Развитие деревянного домостроения в России и за рубежом. Перспективы. Ну и проблемы, наверное, все-таки мы тоже сегодня обозначим. Правильно все гости начали наш эфир. Кто в Кирове не связан с лесом? Лес нашего богатства. Это я начал, между прочим. Я не гость. Молодец. Я гостей на нужную волну настроил. Кто только не связан с лесом в этом регионе. Конечно, каждый из нас. И поэтому нам очень важно знать, насколько деревянное домостроение поможет развитию вообще в целом лесной отрасли в Кировской области. Есть ли какой-то яркий свет в конце тоннеля, который свалит на нас огромные богатства. Потому что, когда мы перечисляем факты по деревянному домостроению в России, то не все так лучезарно, на самом деле. Всего 10% домостроения вообще в России это деревянное домостроение. В то время как в США более 95% домов строят из дерева, в Финляндии около 90%, в Канаде и Швеции имеют 83-78% соответственно. Специально так, чтобы люди сразу поняли разницу. А где больше всего леса в этом мире? Ну, в России, безусловно, здесь в лидерах. Давайте начнем с сегодняшнего мероприятия. Кого вы собираете? К Николаю Юфереву обращаюсь. И какие цели этого мероприятия? Ну, цель это проведение Дня деревянного домостроения в Кировской области. В Кирове это форум. Это форум. На него собираются все предприятия, все лесопереработчики нашей области. И на этом форуме мы покажем основные тенденции развития деревянного домостроения в мире, основные тенденции развития деревянного домостроения в России. Олег вот расскажет основные меры господдержки, которые сейчас активно прорабатываются. Расскажет о тех мерах, которые правительство предпринимает для того, чтобы вот эти 10% повысить. Правительство Российской Федерации. Правительство Российской Федерации, безусловно. И в целом мы хотим всех собрать, чтобы обменяться опытом, как-то людям показать, как вы сказали, вот этот свет в конце туннеля. Потому что действительно в нашей области есть все задатки для того, чтобы у нас широко было развито производство деревянных домов. А мы сейчас зададим этот вопрос непосредственно Олегу или Максиму. А какие задатки в Кировской области для развития? Почему это? Что приехали-то? Может, приукрашивается, Николай? На самом деле в Кировской области, ну понятно, лес растет прежде всего. И вы как правильно сказали, что тут недалеко до него один шаг, и мы в лесу. А вторая составляющая, это уже глобально для России и для Кировской области в частности. База, как ни странно, лесопереработки в основном и в частности деревянное домостроение, она на самом деле достаточно современная. И даже более того, можно сказать, что станочная база у нас, в частности, по деревянному домостроению в России более современная, более новая, чем в среднем по Европе и даже в том же США. Вот это открытие. Как ни странно, да. И вот другое дело, что предприятия, к сожалению, недозагружены. Я конкретно про деревянное домостроение, не про всю лесу заготовку. И это уже связано, собственно говоря, с глобальными проблемами нашего рынка, которые мы сводим, честно говоря, к одной. Норма, конечно, тоже важная вещь, но самая основная проблема – это покупательская способность. То есть отсутствие, собственно говоря, кредитования на нормальной ставке, на человеческой ставке. Потому что 17% автоставки, которая существует, она, вы понимаете, для строительства просто неадекватна. Автомобиль можно со ставкой 9-10% купить, а чтобы дом построить на всю жизнь. Именно деревянный дом, да. Соответственно, 17%. То есть это невозможно. А мы можем сравнить деревянное домостроение, процентную ставку по кредиту с обычным панельным? С кирпичным или панельным, да. Там такая же история, но в деревянном домостроении это более критично. По какого причине? Если мы говорим об индустриальном домостроении, скорость строительства. Кирпичный дом строится 2-3 года. Там штукатурка и так далее. Максимум. Да. Деревянный дом строится максимум 3 месяца. Соответственно, если на кирпичный дом, человек там по миллиону в год спокойно выкладывает. И этот процесс идет. Индустриальный домостроение, тот продукт, который мы предлагаем, который у Хольцхаус предлагает, другие домостроительные компании, производители в Кировской области и вообще по стране. Это продукт за 3 месяца готовый. И надо выложить деньги прямо сейчас. Ну, конечно, иначе никак. И здесь, конечно, ключевая вещь, соответственно, это доступная по нормальной ставке кредитование. Какая она должна быть? Ну, по нашим опросам, которые мы проводили, в Москве, во всяком случае, это на уровне 10-11%. То есть стремящаяся к уровню ипотеки. И при этой ставке, условно говоря, в два раза увеличивается количество людей, готовых взять кредит и начать строить дом. А мы должны не забывать, почему, собственно, и президент обратил на эту проблему внимание. Собственно, мы действительно ощущаем поддержку, в частности, Минпромторгового, значительную. Поэтому, прямо потому что деревянное домостроение – это мультиплицирующая или кумулятивная отрасль. Потому что люди построили дом, они начинают платить налоги за землю, они начинают покупать туда мебель, отделочный материал, инженерный. То есть это целая история, которая крайне выгодна для страны. То есть один дом обеспечивает работу и очень много людей сразу. Конечно. Ну, факт исторический, чуть международную тематику. Если мы помним Америку, не автопром ее вытащил. Ее вытащил, извиняюсь, деревянное домостроение и дороги, как известно, из кризиса 30-х годов. И, собственно говоря, мы видим, и почему мы говорим, что деревянному дому в России должен быть национальный приоритет, именно по этой причине. То есть это может стать драйвером экономики. Кроме того, что вы сказали 90%, там чуть-чуть меньше цифра в США деревянного домостроения, но ненамного. Вопрос в другом, что это 3-5% ВВП США. То, что сейчас обеспечивает деревянное домостроение в Америке – это 3-5% ВВП. У нас весь лесной комплекс, я не знаю, обманываю или нет, по-моему, 1% всего ВВП. Весь лесной комплекс. Одно деревянное домостроение – 3-5% ВВП США обеспечивает. Ну да, и когда к президенту подходят с вопросом, то, что какие меры мы будем принимать в области развития лесопромышленного комплекса, он, в смысле говоря, отвечает, а где вы, я вас не вижу. То есть вся доходность лесопромышленного комплекса, она там меньше, чем выручка Роснефти. Можно сравнить, например, по последним данным, расходы на здравоохранение в Российской Федерации составляют около 2% ВВП. И если бы деревянное домостроение развивалось необходимыми темпами, она бы обеспечивала полностью всю отрасль здравоохранения еще с лихвой. Вы обозначили, вот сейчас отослали нас к Владимиру Путину, который год назад по итогам заседания Госсовета утвердил перечень поручений по развитию отрасли. Прошел год. Что-нибудь изменилось за этот год? Вы знаете, да. Ну, во-первых, это поручение появилось в июне 2016 года. Соответственно, например, изменились в положительном смысле требования пожарной безопасности глобально во всех нормативах. Если раньше жестко стояли ограничения, что деревянные конструкции нельзя использовать в общественных зданиях и в зданиях больше трех этажей, и прямо было прописано деревянные конструкции, то сейчас это хотя бы убрали, то есть к деревянным конструкциям стали также относиться, как к любым другим. То есть можно больше трех этажей уже допускается? Можно, но при обеспечении физических требований огнестойкости и пожарной безопасности. Но раньше просто было прописано... Раньше вообще нельзя было? Да. Раньше нельзя было ни при каких обстоятельствах. При этом современные технологии могут обеспечить должный уровень огнестойкости и пожарной опасности, и это уже определенное окошко открылось. Да, и мы знаем, что небоскребы деревянные существуют уже в мире. 10 и 14 этажей, 20 этажей запланированные. 18 этажей. Древесина у нас по-прежнему обозначается как пожароопасный материал. Да, это безусловно так, но во всяком случае мы можем, например, химическими составами или конструктивными элементами защитить и все-таки использовать в строительстве выше трех этажей. Раньше этого даже нельзя было. Мы сейчас прервемся на полминуты, у нас перерыв, и снова в этой студии с нашими экспертами будем обсуждать перспективы развития деревянного домостроения в России и за рубежом. Перспективы развития деревянного домостроения в России и за рубежом обсуждаем сегодня в дневном развороте. Нам повезло, мы сюда смогли пригласить очень хороших специалистов, лучших в нашей стране. Это связано с тем, что сегодня в Кирове проходит День деревянного домостроения, и у нас в гостях Николай Юферев, генеральный директор компании «Хольцхаус», Олег Понятков, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения России, и Максим Молчанов, представитель компании «Акзонобель». Да, между прочим, которая очень известна во всем мире, а не только у нас в России. Мы как раз заговорили перед тем, как уйти на маленький перерыв, о том, что в принципе существуют деревянные небоскребы. Максим, вы их видели? Именно так видел, не один раз. Это такой тренд. Самое большое здание на данный момент, это в Канаде 18-этажное здание из Силути. Причем это общежитие, общежитие университета Ванкувера. Это не про пожарную, это безопасность, конечно. 400 комнат, то есть там почти 800 человек проживают. И это не исключение из правил. А как там у них местный пожнадзор по этому поводу? Вот интересно, в Канаде. А там очень просто. Там есть государственная программа, по которой был создан специальный университет. Причем этот университет, это слияние и бизнеса, и государства. То есть это государство, это частное партнерство. Он объединил порядка пяти профильных институтов по всей стране. У него есть семь РНД-лабораторий и трудится около 500 человек. Только над тематикой деревянного строительства. Для сравнения у нас в стране есть только один институт с низким никучеренкой, где на кафедре порядка 12 человек. Кафедра. Одна кафедра 12 человек. Сравним 500 и 12. На такую страну, как Россия. Поэтому, конечно же, тот фокус, который канадцы сделали порядка пяти лет назад в эту тему, они за пять лет добились таких эффектов. Они лидеры? На данный момент да. Почему? Потому что они были очень успешны в трансфере технологии CLT, это крест-накрест склеенные плиты, из Европы. В Европе родилось, но канадцы увидели и опередили весь мир по этому трансферу. Но следующее это будут японцы. Японцы сейчас опережают уже канадцев. У них специально есть тоже государственная программа. И по уровню проработки нормативных документов они уже опережают и канадцев. Именно по деревянному домостроению? Многоэтажному. Многоэтажному деревянному домостроению. Вот это вот очень интересно, потому что если с Канадой все понятно, все-таки тоже лесная такая держава, то Япония этим занялась, потому что экология, потому что тренд на экологически чистые материалы и вот такие дома? Ну, я скажу так, если говорить о Японии, то как раз Япония это основной рынок вообще всего мира по поставке туда пиломатериала и конструкции. Почему? Потому что у них есть классический японский дом. И вся Европа, и сейчас у нас в России тоже есть заводы, которые поставляют продукцию для классического японского дома. А он деревянный на самом деле. Он деревянный, стойки, деревянные прикладки. То есть это огромный рынок для всего мира. И для нас тоже в том числе потенциальный. Но они пошли в сторону вот этого многоэтажного строительства. Это уже новая технология. Вот эти CLT-плиты. Почему? Из-за сейсмики. Потому что нет более сейсмоустойчивого здания, чем здания из CLT. И, соответственно, учитывая все, что происходит в Японии, они поняли, что единственная возможность, скажем так, обеспечить безопасность своих граждан. Самый надежный, получается, вариант. Это строить здания из именно вот этих плит, деревянных плит. Так что Япония очень скоро это номер один. В Австралии уже строят здания из многоэтажных. Тоже не самая лесная страна. Да, да, да. Так что тренд очень позитивный. И тренд... Я вообще могу сказать, что 21 век – это век ренессанса для дерева в строительстве. Дерево заходит в большие города, чего раньше не было. Мы-то вроде избавляемся как раз наоборот. Но это другое дерево. Если взять вообще... Да, мы пришли к тому вопросу, который я хотела как раз задать. Вы сказали, Максим, что потенциальный рынок для нас в Японии, то есть еще пока не рынок, но потенциальный, и упомянули качество, слово «качество». Так вот, качество леса, сейчас вопрос Николая Юферева, Кировского леса, например, оно соответствует требованиям зарубежных держав, лидеров в деревянном домостроении. Да. Поподробнее, пожалуй. Но ответ был такой истерпый очень. Да. Особенно северо-запад области. Это Лузский район. Где недавно вы открыли большое производство. Да. Луза в свое время до банкротства жил. Лузский ЛПК номер один на рынке Италии был. Это самый известный бренд в Италии. Моногород, который, собственно, весь построен был вокруг этого предприятия. В свое время, когда предприятие работало, это были корабельные поставки в Италию, и сейчас мы даже с итальянскими коллегами встречаемся, они помнят этот бренд. Ностальгируют. Ностальгируют. Ну, там же передается от отца к сыну, там семейное предприятие, и мы встречаемся. Семейное в Италии. Да, да, и мы встречаемся с руководителем предприятия, он говорит, вот я мальчишка еще был, и я помню тот товар, который мы получали с Лузой. Какие это требования, Николай? Какой им лес нужен? И что мы сейчас можем им поставлять? В первую очередь им нужна ель. И это качественная ель, это северная ель. Это как раз та ель, которая растет у нас на северо-западе области. Ну, вот все, что начиная от Даровского района и заканчивая Лузским районом. А Даровском у вас тоже предприятие есть? Да, Даровской, Апарина, Подосиновец, Луза, Мураши. Вот это вот, вообще это самое качественное сырье. А что такого в этой еле? Мне вот сейчас интересно, если бы моя мечта сбылась, и я бы построила все-таки свой деревянный дом где-нибудь на берегу лесного озера, какая это должна быть ель? Я о еле даже не задумывалась, например. Или из ели дом не строят? Только вот эти вот корабельные мачты или что там? Нет, ну, Дамас как раз таки... Дело в том, что у каждой страны, у каждой нации свои предпочтения по породе. То есть, если мы возьмем турков, то они любят сосну. Если мы возьмем... Понятно, почему? Что там жарко, почему? Ну, у них предпочтение к сосне. Если мы возьмем европейские рынки, Италия, Австрия, Германия, они любят елку. Из-за своей текстуры, из-за мелких сучков. Из-за того, что она белая. Китай очень любит ель. И Япония, безусловно, тоже очень любит ель. А наша ель, она очень качественная. Она северная, она очень плотная. И тут еще очень важен момент, что в Европе, допустим, в Японии немножко другие критерии к качеству леса. Если у нас как-то визуально смотрят, они еще очень смотрят на прочностные характеристики древесины. Плотность волокон, это вот межгодичных на дереве, это прочность самой древесины. И по прочностным характеристикам, конечно, наш лес, который у нас есть. То есть северная ель, она как раз более прочная, да? Она вне конкуренции. Она вне конкуренции. Мы сотрудничаем с институтом с австрийским Хольцфорш. У нас раз в полгода проходит аудит. И ребята, когда сюда приезжают, они, конечно, пребывают в таком восторге от того материала, который они видят. И говорят, что... От того сырья, который они видят. От того сырья, который они видят. Ну и товары тоже. Мы же тоже очень много отправляем на экспорт сейчас. Если не возражаете, я просто про сырье еще немножечко поспрашиваю. Вот Олега, наверное, я спрошу. Кировская область, область северо-западная часть Кировской области производит, можно сказать, высококачественную ель. Земля производит, климат и так далее. Где еще в России есть такие ареалы? Или прямо вот весь лес, наша вся Сибирь замечательная и можно в разных вариантах использовать? Ну, конечно, есть исторически сложившиеся, условно говоря, территории в районе Красноярска, Братска, Иркутска, Архангельский лес, конечно же, есть. То есть, есть много у нас территорий, где действительно лес более чем конкурентный, во всяком случае, на европейских рынках. А они что поставляют? Все? Все, кроме лиственницы. Лиственницы практически... Не осталось? Нет, наоборот, ее намного, но ее сложно обрабатывать, она большим таким спросом не пользуется. В основном сосна и ель, они, соответственно, поставляются... Вы сейчас разрушили все мои представления о хвойных породах. Я-то думала, что Петербург построенный на чем? На лиственнице? Ну, в современных методах... И до сих пор еще не упавший должен был продвинуть этот бренд. Лиственницу можно, безусловно, использовать. И технологически это возможно. И более того, используют в том же клееном брусе и так далее. Но в Европе по технологическим обстоятельствам ее меньше используют. Ну, Максим, наверное, добавит. По Европе у нас, Максим, сегодня специалист. В защиту нашей сибирской лиственницы, я хотел бы сказать, что самая высокая башня деревянная в мире, построена в Австрии, она построена как раз из нашей сибирской лиственницы. Высотой 100 метров. Поэтому лиственница для многих объектов, таких вот уникальных, где требуется уникальное свойство нашей лиственницы, в Европе все-таки востребована. Она трудна в обработке из-за своей прочности? Она трудна в обработке. Она трудна в последующей, ну, я как эксперт по склейке, скажем так, в том, чтобы ее правильно склеить. Потому что в зависимости от ореола произрастания, лиственница в одном и том же регионе, но там 100 километров влево-вправо, она будет совершенно разная. Поэтому это нужно высокое искусство уже дальнейшей обработки, в которой не все владеют. А вот если бы в России был создан институт, как в Канаде, да еще не один, а пять, то мы, возможно, лиственницу бы, да... Научились бы. Мы были бы лидерами, и это был бы самый дорогой и классный материал. Ну, дай бог, может так и случится. И вот, говоря о качестве леса, мы уже поняли, что у нас хорошее сырье. А вот что касается все-таки переработки. Потому что вечная тема, которая, наверное, закрепилась в головах у россиян, это что у нас все рубят на корню, ничего там не обрабатывают. И кругляком гонят. И кругляком гонят. До сих пор именно такой стереотип в головах обывателя. И в наших, собственно говоря, мои лично тоже. Коля, больше задай тему. Нет, ну, в любом случае, когда у нас говорят о развитии, вот о глубокой обработке древесины, всегда первый, говорят, аргумент, чтобы снова, вот как было, кругляк не гнали, вот давайте развивать глубокую обработку. Вот эта тема вывозимого из России кругляка, она никуда не девается, звучит все время. Какова ситуация сейчас? Ну, конечно же, наше правительство заинтересовано, ну, и, собственно говоря, глобально, мне кажется, страна должна быть заинтересована в глубокой переработке леса здесь у нас. Ну, во-первых, добавочная стоимость гораздо выше. И, во-вторых, технологичность, конечно, огромные перспективы роста технологичности. И, конечно, вот то, о чем сказал Максим, мы предлагаем импромторгу создать действительно такой агрегирующий университет или институт научно-исследовательский для того, чтобы методологическую, технологическую базу развивать. Но конкретно... Давайте в Кировской области это сделаем. Я с удовольствием. И свой институт. Мы зато. Валентину Николаевичу Пугачу надо предложить. Единственный билет. У него уже есть свой. Надо еще один. Вопрос. Ну, и заодно билет на самолет дешевле стал. Иди, победа снова. Победа снова залетает нам. Да. Значит, ну, сейчас уже есть меры достаточно серьезные, которые буквально вот в этом... В конце прошлого и в этом году были приняты. Первое компенсируется... Точнее, субсидии предоставляются на сертификацию международную. Второе. Выставочная деятельность. То есть Минпромторг предлагает бесплатное участие в таких ведущих международных выставках, причем на всех континентах для предприятий. Всего ЛПК. Не только деревянного домостроения, а всего ЛПК. Третье, самое, наверное, важное и ключевая вещь. Буквально вот в июне было подписано постановление, опять-таки, Минпромторгом, в котором наши коды, я имею в виду коды деревянного домостроения, ну, имеется в виду не чисто деревянного домостроения, а древесины глубокой переработки, там несколько кодов с этим связано, попали в субсидию по логистике. То есть субсидируется логистика, логистическое плечо от производства до потребителя в Европе. И это вот... Это при экспортных поставках. Да. И Николай скажет, что это очень серьезная поддержка, потому что на экспортном плече мы, конечно, теряли конкурентную цену. Это очень интересно, но это подтверждает, собственно говоря, стереотипное мышление наших граждан. То есть что-то здесь производится. Окей, мы теперь понимаем, что не просто вырубаются и кругляк вывозится за рубеж, но обрабатывается, получаются международные сертификаты, потом мы участвуем в выставках, заключаем контракты и все равно гоним наш продукт за рубеж. Так ли это на самом деле? И все-таки сможем ли мы от 10% натурального домостроения сейчас в России шагнуть вперед? Об этом поговорим через 2 минуты после рекламы. Продолжается программа «Дневной разворот». Напоминаю, сегодня в Кирове проходит день деревянного домостроения. Компания «Хольцхаус» активный организатор этого мероприятия. И здесь генеральный директор компании Николай Юферев, а также Олег Понятков, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения России и Максим Молчанов, представитель компании «Акзонобель». Мы как раз закончили такой интересной темой. И вот как раз мы тут случайно упомянули уже, что одно из таких главных, как сказать, препятствий развитию именно цивилизованного рынка деревянного домостроения в Кирове является большое количество серых фирм. Да нет, подожди, мы не на этом закончили. Это мы сейчас в перерыве обсуждали. А, это мы в перерыве говорили? Домостроение, который помогает заключать на международные контракты и субсидирование логистических затрат, но тоже в Европу. Это все прекрасно, но это развивает предприятия, может быть, предприятия, перерабатывающие в России и домостроение за рубежом. А наши 10% как были, так и остались деревянного домостроения в России. То есть мы работаем на экспорт, получается. Работаем на экспорт. Вот мы зачем закончили. Что делается или что нужно сделать, чтобы деревянное домостроение в России с 10%, ну хотя бы на 30%, например, вышло? Олег Понятков. Да, по нашему мнению, скажем так, исследуя рынок, мы поняли, что самая большая проблема, еще раз говорю, в скорости строительства. То есть деревянное домостроение, оно быстрое. И, конечно же, без кредитования, без доступного кредитования реальный шаг глобальный сделать не получится. Потому что тот же самый человек, который хочет деревянный дом построить, он все равно растягивает деньги, связывается, скажем, с индустриальными технологиями, с теми там серыми бригадами, с лесоповальщиками и так далее. Потому что ему нужно растянуть. То есть у него есть там, например, он думает, дом себе построить там за 5 миллионов. Он ему будет 3 года, 4 строить. Что в итоге в дереве очень тяжело, потому что ему дом обойдется в несколько раз дороже, чем построено индустриальным способом. Потому что его надо доделывать, переделывать. То есть так нельзя строить. Я так и думала, что деревянный дом строится 3, 4, 5 лет. Так обычно и бывает. Должно же дерево усохнуть. Потом еще это там запоклевать. Вот это вот все сделают. Бригада должна приезжать каждые, не знаю, 3 месяца, подкручивать винты. Это технологии прошлого века. Это технологии прошлого века. Это дома из зацилиндрованного бревна, это рубленные дома. Прокомментирую здесь. Вообще деревянное домостроение, оно во всем мире делится на два сегмента. Это индустриальное домостроение и кустарное домостроение. То, что у нас в принципе в основном сейчас производится, к сожалению, в Кировской области, там можно больше относить к кустарному домостроению. Это вот такие рубленные дома, дома из зацилиндрованного бревна, которые действительно, вы правильно сказали, что их нужно строить не один год. То есть этот вот его построил, год нужно ждать, пока произойдет усадка. Потом в течение периода всей эксплуатации дома его постоянно что-то напатить, где-то забивать, где-то что-то герметиком замазывать. Он везде продувается, весь он трескается. И это прошлый век. То, что сейчас мы делаем, это новые технологии. То есть клеон и брус это продукт уже 21 века. Экологически чистый продукт. Да, это экологически чистый продукт, абсолютно, который не утратил свойств всех дерева полезных, но при этом лишен недостатков. Он не дает усадки, он не дает трещин, он не продувается. И в него можно заезжать сразу же. Как вот сейчас мы дом построили на театральной площади. За 4 дня, да. А он долго, кстати, там простоит этот дом? Еще завтра сегодня. Еще завтра. Сегодня можно посмотреть, и завтра можно посмотреть. Да, завтра открыт для свободного посещения. Там будут работать наши менеджеры, будут всем вообще рассказывать. То есть можно потрогать, понюхать, там, да. Да, да, можно образцы взять, посмотреть, у нас там будут каталоги. И вообще, в принципе, если интересно, всем приходите, вы узнаете о новых технологиях деревянного домостроения. Это, наверное, очень дорого, вот эти новые технологии. Дом построить за 5 миллионов из кругляка, наверное, дешевле, нет? Ну, понимаете, дело в том, что современная стоимость вот остальных материалов, там, материалы кровли, бетон, та же арматура и материал стен, понятно, что клееный брус, безусловно, он дороже, чем кругляк. Он дороже в 2 раза, там, в 2,5 раза. Но в итоге, когда ты получаешь дом на финише, ты эту разницу уже не видишь. И тут же еще момент такой, что когда... За счет чего ты эту разницу не видишь? За счет финальной стоимости дома, готового. Совокупной. С фундаментами, с крышей. Да, да, с отделкой. Еще очень момент такой, что люди ведутся на эту низкую стоимость нового материала, но не понимают, сколько они денег потом вложат... Времени, сил, нервов. В доработку этого материала. А это все непросвещенность наша? Или что это такое? Ну, надо сказать, что в последнее время народ очень хорошо разбирается. У нас сейчас 3 представительства. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург открыли. Если мы работали, условно, там, 7 лет назад, люди еще приходили и спрашивали. Ну, что такое клеоновый брус, чем он отличается? Значит, люди идут, им не нужно объяснять, они уже все знают. Вот интернет там. И, в принципе, основная задача вот ассоциации там деревянного домостроения, это популяризация современных деревянных домов, современных, качественных, индустриальных деревянных домов. Один только вопрос. Сейчас я, Максим, передам вам слово. Николай, а реально в Кирове новый микрорайон какой-нибудь, сейчас их много у нас строится, вот прям сделать целый деревянный микрорайон? Ну, это задача властей, наверное. Почему? Ну, понимаете, мы видим сейчас регионы, которые совсем не лесные, и в которых реально реализуются имиджевые, великолепные деревянные проекты. Это где такие регионы? Ну, из последнего, я так понимаю, что это в Новосибирске, да, аквапарк в Новосибирске. Да, сам большой аквапарк в России. Деревянный? Деревянный, да. Полностью. Деревянный парк. Аквапарк. Аквапарк. Это специально такая идея была, что вода и дерево? Ну, как раз, наоборот, именно дерево, оно в агрессивных средах, что в химических, что в средах, где высокая влажность воздуха, оно лучше себя показывает на порядок, чем металл и бетон. Почему? Оно не коррозирует, нет коррозии. Поэтому именно это пришло из Европы, вот именно применение в аквапарках. У нас сейчас порядка 20 минимум аквапарков в России уже построенных. Деревянных. Деревянных. Именно из дерева. Еще одно открытие. Именно из дерева. Сейчас вот на стадии проектирования дельфинарий в Грозном, то есть Грозный, Чеченская республика, будет дельфинарий, он будет весь из дерева полностью. А вы знаете, что в Сочи, на Олимпийской стройке, бобслейная трасса в Сочи, где выиграли все наши спортсмены, это как раз тоже дерево. Вот, наверное, потому и выиграли. И небось наше. Дерево поддержало наших спортсменов. В Красноярске сейчас строится стадион с пролетом 100 метров, это деревянный пролет 100 метров, безопорный, для хоккея с мячом. Это будет самый большой у нас стадион в России, построенный из дерева. В Красноярске строится стадион для хоккея с мячом. Ладно, мы не будем о больном. Я все-таки, вот, Свет, хочу что сказать. Вот, смотри, главная проблема, почему у нас предпочитают именно вот этот самый, оцилиндрованные дома, дома, а не из клееного бруса, это вот именно вопрос тем, что можно растянуть уплату за дом, да, на длительный период. Мы опять возвращаемся к тому, что население платежеспособность не высока, и вот эти вот люди, которые предлагают эти недорогие как бы дома, как будто бы дома, они на этом выигрывают, и вот развитие новых технологий таким образом как бы тормозится. Да, что-то ведь надо делать с этим. Я бы добавил второй миф еще, который существует. Это вот та самая стоимость. То есть, действительно, человеку приходят и говорят, вот у тебя стеновой комплект стоит 100 рублей, а реально стоимость стенового комплекта это всего 20% стоимости дома. То есть, условно говоря, за 120 рублей ты уже можешь технологичный материал построить. Вторая проблема, которая вот тут самый серый рынок, почему всегда на самом деле на круг получается реально дороже. У нас несколько объектов было, которые по цене в 2-3 раза получались дороже, построены серыми строителями, которыми экспертизу проходили. Почему? А строитель серый, он вынужден брать материалы на соседнем рынке в сезон, когда самая высокая стоимость. Индустриальные компании берут на склад, берут по оптовой цене, у них в любом случае входящие все материалы будут дешевле. Второе. При строительстве серыми бригадами всегда происходит прострой и так далее, которые, конечно же, ложатся деньгами на покупателя. Что такое прострой? Простой, простите, разговаривался. Простой. А то я думала, что может там специальные какие-то механизмы включаются. По большому количеству причин. Опять-таки, на том самом соседнем рынке нет материала. Проблема с инструментом. Нет там зачастей сломастности. Человеческий фактор регулярный. А любое индустриальное предприятие, которое строительством занимается, оно, понимаете, обеспечивает тем же запасным инструментом, тоже снабжение материалов есть. Оно ему невыгодно медленно строить. У него очень дорогие рабочие. И в итоге получается на круг этот объект реально в полтора, в два, а то и в три раза может стать дороже, чем первая объявленная цена. То есть это второй миф глобальный, который тоже существует в головах. Я хотел бы обознать еще третий аспект, который мало кто считает. Но на самом деле надо считать еще потом эксплуатационные расходы данного дома. Если мы заехали в исцелиндровку, там, предположим, бревно 200, но потом это бревно треснуло, трещина там досередная может доходить, и мы имеем уже стену не 200, а 100. И мы-то отопим в этом случае уже улицу. То есть затраты на отопление, они будут гораздо выше, чем мы построили из бруса, который Хольцкаус производит. И мы получили 200 стену, и у нас теплопроводность 200 так и останется. И потом ремонт, вот эта усадка, конопатия последующая. То есть это надо тоже считать. У нас остается буквально 3 минуты. И мы несколько вопросов, которые нас очень с Николаем просто интересовали, точно не разберем, потому что они требуют времени. Но очень важно все-таки вернуться к истории позиций властей в развитии деревянного домостроения в России и в каждом отдельно взятом регионе. Так вот, чтобы в Кировской области, сейчас на Николая смотрю Юферева, чтобы в Кировской области деревянное домостроение, не только производство и потом вывоз, но деревянное домостроение развивалось. Строительство, скажем так, да. Строительство развивалось. Ну и сами предприятия тоже были позиционированы с лучшей стороны. Вот что можно сделать в отдельно взятом регионе непосредственно у нас? Какие шаги предпринять, чтобы рывок произошел? Ну построить институт, конечно, и специалистов обучать на территории Кировской области. Понятно. Это мы с москвичами уже договорились. Что тут будет? Ну, для начала, наверное, стоит с уважением относиться к предпринимателям, которые работают в Кировской области, в области лесопереработки. Это самое главное, наверное. Ну, а если так серьезно, то, в принципе, глобально у нас сейчас большой шанс. Мы сейчас видим по другим субъектам, то, что там вот крупный лесопромышленный комплекс, холдинги, например, республики Коми, они все в погоне за Китаем, за экспортом пиломатериалов. И там все в Китае погрязли, бешеные отгрузки, они наращивают мощность по 50% в год. И там десятки тысяч кубов, какие десятки, сотни тысяч кубов, они уходят в необработанном виде, в виде обрезных пиломатериалов. И они как-то вот этот сегмент деревянного домостроения, они его не видят. Ну, им это неинтересно. У них там есть многомиллионные в долларах контракты. Эти все контракты хорошо оплачиваются. Есть логистические схемы проработанные. И они вот, знают, только наращивают, 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 наращивают. В этом смысле нам, Кировской области, их уже не догнать никогда. То есть у нас... Дело в том, что лесопереработчики, это все малые и средние предприниматели. И у них вот как раз у маленьких предпринимателей, мало среднего предпринимательства, есть глобальный шанс сейчас закрепиться именно на рынке деревянного домостроения. Эту нишу занять, пока вот крупные компании, они пребывают вот в этом китайском восторге. И вот мы свою нишу видим такую. Мы по кировским меркам уже достаточно крупная компания, но мы в то же время не ставим ставку на экспорт пиломатериалов. Вот эта же Луза, там сейчас экспортируется пиломатериал, но пока нет завода по домостроению. Он уже появится в четвертом квартале. Как только завод появится, мы тут же переключимся на изготовление готовых домов. Потому что мы видим нишу, мы видим перспективы деревянного домостроения, и мы хотим на этом рынке работать. То же самое я хотел бы пожелать предпринимателям, которые работают в Кировской области. Я считаю, что у нас есть глобальный шанс для того, чтобы эту нишу занять. Большое спасибо. Перспективы развития деревянного домостроения в России и за рубежом мы обсуждали сегодня с нашими гостями. Николаем Юферевым, генеральным директором компании «Хольсхаус», Олегом Понятковым, генеральным директором Ассоциации деревянного домостроения в России и Максимом Олчановым, представителем компании «Акзонобель». Прямо сейчас на театральной площади города Кирова начался день деревянного домостроения. Там стоит дом из клееного бруса. Правда, подобраться к нему обычному жителю можно будет завтра. Но посмотреть на красочные мероприятия можно уже сегодня. Спасибо вам, дорогие гости. Мы закрываем дневной разворот. Через 20 минут в культ походе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова